Спасибо большое. Всех приветствую. Сегодня у нас, как мне кажется, интересный вебинар, иначе бы его и не было. Мы поговорим и разберем проект, который называется «Районы Вед». Собственно говоря, данный проект и есть опыт, и был создан, воспроизведен в данной библиотеке. Итак, начинаем. Что такое, собственно говоря, районы Вед? Я его задумывал как агрегатор районных историй и сообществ людей, кому интересна история района. Филевский парк. То есть, любой человек мог попасть, как бы это ни звучало страшно, попасть под данный агрегатор. И действительно, поначалу, даже, по-моему, и сейчас район Вед расположен, я об этом чуть позже скажу, на одной из страниц, одной из социальных сетей, про которые я не буду говорить по понятным причинам. И там, с одной стороны, не так много людей подписаны на данную страницу. Где-то порядка 300 человек или чуть больше. Но для меня это гордость, потому что это никакая не накрутка. Это не «я кого-то лайкнул, и меня кто-то лайкнул» ответ. Это живые люди, которые действительно подписались на районы Вед, потому что им интересно. Им интересно читать выкладки, какие-то справки исторические, ну и просто что-то узнавать об истории своего района и комментировать. И для небольшой районной библиотеки я считаю это прям такая гордость, гордость, гордость. То есть не количество, а качество. Идем дальше. Ну, собственно говоря, чей это проект? Несмотря на то, что делал его я, данный проект все равно, я считаю, принадлежит библиотеке номер 213 имени Леси Украинки, которая находится в Москве. Где она конкретно находится, мы об этом поговорим чуть позже. А данная библиотека входила в централизованную библиотечную систему Западного административного округа. Сейчас постараюсь не захлебнуться слюной. А теперь это объединение культурных центров Западного административного округа. У нас в Москве произошла такая трансформация. Объединились культурные центры и библиотеки в такой огромный массив всего и сразу. Ну, собственно говоря, красными линиями выделен район, сам Филевский парк. Вот именно о данном районе библиотека имени Леси Украинки, ну и данные проекты собирал, агрегировал в самые разные истории. От простых историй до сложных историй. А конкретно библиотека находится около метро, около метро Фили. Собственно говоря, данные картинки, они кликабельны. Вы можете на них нажать и посмотреть, вам сразу выйдет карта. Посмотреть, где чего как. И простроить маршрут, если вам это будет нужно. Итак, план вебинара. В чем идея и как она возникла? Какие цели и задачи? Была ли идея востребована у пользователей библиотеки и жителей района? Этапы жизни района Веда и неожиданное будущее. А ведь действительно оно неожиданное. Об этом чуть позже. Итак, в чем идея и как она возникла? На самом деле все безумно просто. Я не первый, кто занимался краеведением. До меня краеведением занималась Елена Леонидовна Горшкова, местный прекрасный библиотекарь-краевед. И долгое время просто собирались материалы. Были рукописные альбомы, был рукописный дневник библиотеки с историей библиотеки, рукописный альбом с историей района. Были какие-то публикации в местных газетах. На основе данных материалов собирались фотографии. То есть приносили жители. И все это накапливалось, накапливалось, накапливалось. И так случается, что когда человек по каким-то причинам переводится в другую библиотеку или совсем уходит, материалы остаются. Нужен всегда человек, который с ними будет работать. И тут я подумал, почему бы и нет. Материалы лежат, с ними можно что-то сделать. Мне хотелось еще и новых материалов. Я тут же стал думать, как это можно организовать. Собственно говоря, так и возникла идея. Просто мне хотелось поделиться данными материалами с жителями района, чтобы это все не лежало. Ну, может быть, не мертвым грузом, потому что до этого проводилась работа, были публикации в газетах. Но чтобы это было на каком-то другом уровне, именно в информационном пространстве представлено. Ну, собственно говоря, какие цели, какие задачи. Вовлечь максимальное количество людей в жизнь района, в жизнь библиотеки и открыть вот эти потайные сундучки, ларцы, которые есть у каждого дома. В районе ВЕД я отказался от идеи рассказать что-то про Россию, рассказать что-то про Москву, рассказать что-то про мир. Эта идея сразу мне показалась, ну, нецелесообразной, что ли. Я захотел рассказывать именно про район, где находится библиотека. А поначалу были мысли рассказывать не просто про район, а рассказывать про квартал, где находится библиотека. И, собственно говоря, один из таких субпроектов, который получился, и об этом тоже будет чуть ниже рассказано, называется «Портовый городок», потому что библиотека находится в квартале, который был построен западным речным портом. Там совершенно недалеко от библиотеки до речного порта. Была ли идея востребована у пользователей библиотеки и жителей района? Ну, конечно, я не буду тут фантазировать. Массового ажиотажа не было. Люди не сходили с ума, не кричали, нам нужен районный ветвь. Конечно же, нет. Но данный проект нашел свою нишу. Появились местные краеведы. Во-первых, я их увидел, понял, что они есть, которые собирают на своем уровне истории. Кто-то собирает картинки, кто-то собирает картины про район, кто-то интересовался кладбищами района, которых частично уже нет. Ну, они были снесены, еще что-то с ними случилось. В общем, кто чем, кто о чем. И задача данного проекта была в том, чтобы всех по максимуму объединить и обменяться историями. Неважно, районный ветвь отдает свою историю кому-то, получает взамен что-то. Но, тем не менее, мы с этим дальше работаем. Это не какая-то папка, которая лежит в столе или в сундучке или для себя. А это выходит на свет, это выходит наружу. Чаще всего все, что происходит в библиотеках, это работа в стол, к сожалению. Это работа о себе и про себя. И данные работы, это некий архив получается. Данные работы редко получают какой-то выход в свет. И одним словом, да, появились люди, которые стали приносить фотографии, появились люди, которые стали комментировать, выставлять оценки данному проекту. И, собственно говоря, вот буквально недавно в 23-м году случилось что-то, о чем тоже я расскажу ниже, что помогло проекту, подарил ему дополнительную жизнь. Собственно говоря, если бы он был не нужен, этой второй жизни, я бы даже сказал, третьей жизни просто бы не было. Итак, этапы жизни района Веда и неожиданное будущее. Собственно говоря, подходим к самому интересному. Собственно говоря, маленькие этапы. Название. Я на самом деле долго думал, мне не хотелось называть это краеведом, мне не хотелось это называть юным краеведом. В общем, от слова краевед мне хотелось отойти максимально. И хотелось как-то вот на каком-то местном ценностном уровне все-таки что-то сделать. И как-то в голову мне пришло слово района Вед. То есть человек, который работает именно на уровне района. С лестничными клетками, кварталами, домами и так далее. С землянками, бараками, брендвахтами и все остальное. И так получилось название. Района Вед. Собственно говоря, идея, об этом я уже сказал, вовлечь максимальное количество жителей, ну, хотя бы данного квартала, где находится библиотека, чтобы собрать у них истории, воспоминания, рассказы. Поначалу, когда я был совсем неопытным, что я делал? Я отметал очень много людей, к сожалению. Сейчас я понимаю, что не нужно было этого делать. И было много людей, которые говорили, ой, вроде бы там стояла палатка, но я не помню. Нужно было этот факт записывать, ставить квадратные скобки и говорить. Вот Елена Николаевна говорит вот так вот. И если бы таких Елен Николаевных собралось бы человек 5-6, в каком-то случае можно было квадратные скобки убрать. То есть это уже 5 свидетельств. Ну, я был не настолько опытный. Мне нужны были действительно факты. Мне нужна была фотография, воспоминания, как минимум от 3-4 человек. Я лазил по каталогу РГБ. Там очень много путеводителей, справочников по району, по местностям, не только Москвы. И если все совпадало с путеводителями, со справочниками, с показаниями людей, с фотографиями, только тогда я эти истории заносил. Ну, нужно понимать, что таких историй было достаточно много, но гораздо больше было историй без 100% доказательств. То есть такие мифы нашего двора. Это тоже интересно на самом деле. Сейчас я бы многое сделал по-другому. Собственно говоря, это идея. Страница была заведена в одной из запрещенных социальных сетей. Да, районный вет там существует. Я не предполагал, что будут социальные сети запрещать. Поэтому мне показалось... Районный вет, кстати, создавался в начале 2017 года. Вот, я начинал свое шествие, ну, в каком-то смысле триумфальное. Потом появилась идея оформления. А как оформлять? Плашка, посты? Как будет выглядеть текст? По-разному, одинаково. Будут ли какие-то призывы? Будут ли ссылки на сайт? А на то время я объявлениями завалил и сайт централизованной библиотечной системы, и много постов делал, писал, рассказывал. Не могу сказать, что сильно реагировали, но тем не менее работа была проведена. Галочку можно поставить. Ну, собственно говоря, об этом я говорил уже. Реклама, постинг и беседы. На самом деле, больше всего сработало в плане живых реликвий. Это фотографии историй, даже жемчужин. Это беседы. Я просто беседовал с людьми, которые приходили в библиотеку. Мне говорили очень часто, что Елена Леонидовна все уже, как говорится, выкачала. То есть, таны и скважины, в них нефти больше нет. Но мне не хотелось в это верить. И я стал общаться с людьми. С одним, с другим, с третьим. И оказалось, что нефть есть. Ресурсы остались. И мне стали приносить охапками в ручках, в кулачках по 20-30 фотографий. Самых разных, такие россыпи. Это колоссальное богатство. Потому что в этих россыпях находились такие прям жемчужины-жемчужины. Об этом чуть ниже. Ну, собственно говоря, шло время, и нужно было придумывать рубрики. Нельзя было, как мне казалось, просто делать, собирать какую-то историю, конструировать ее, вставлять фотографию, подбирать ссылки, подбирать материалы к ней, текст писать. Это было скучно. Нужно было придумать какие-то рубрики. Собственно говоря, одни из основных рубрик – это арт фили. Это художники, которые рисуют фили. Я уверен, что в каждом городе есть какой-нибудь художник. Один, два, три, а может быть и больше. Любитель, окололюбитель, который рисовал что-то в городе. Соответственно, чем больше город, тем таких художников больше. И я подумал, нельзя это упускать. И стал собирать самые разные виды, самых разных художников. И набралось очень много. Если сейчас пойти в интернет и поискать, можно найти еще больше. С каждым годом виды филей района Филевский парк, именно в рисунках, в картинах, их становится только больше. Ну, оно и понятно. Храмоведение. Дело в том, что в районе Филевский парк есть очень красивые, прекрасные храмы. Церквушки-храмы, о которых можно… И они даже являются символами района, о которых можно рассказывать бесконечно. Там просто колоссальная, богатая история. И поскольку у библиотеки был накоплен материал, даже специальные открытки на эту тему, появилась рубрика «Храмоведение», которая освещала именно храмы, церкви, районы Филевский парк. Следующая рубрика «Вырезки» – это вырезки из газет. Про любые районы, про любые какие-то поселки, местности обязательно какие-нибудь газеты писали. Местного уровня, федерального значения, ну и так далее. Областного. В разные периоды времени. И это колоссальная ценность. Да, потому что одна газета собрала истории про игры детей Филевского парка. Другая газета рассказала про Западный порт, сколько тонн чего-то железа или там пшеницы было отправлено по реке. И это ценность, это исторические факты. Собственно говоря, это основные три рубрики, их было больше. Это как такая некая структура района Веда. Ну и, собственно говоря, по этим рубрикам мы видим одну из прекрасных картин. Это вид одного из домов на строящиеся небоскребы. Это все район Филевский парк. Вид из окна. И таких художников, как я уже говорю, много. Это техника скетч. Даже была идея делать такой скетчбук. Практически все получилось. Но, как говорится, видимо, было не время. Просто хотелось собрать художников, которые выйдут на такие импровизированные пленеры и будут рисовать по определенному маршруту разные виды района. Получилось бы очень здорово и ахво. Но, как я уже сказал, видимо, было просто не время. Это было еще до пандемии. И, в принципе, можно было бы успеть. Ну, как говорится, чего же вспоминать о прошлом. Это монетки. По легенде, и даже не по легенде, эти монетки были найдены как раз в одном из храмов района Филевский парк. То есть был найден целый клад при реставрации. Это как раз относится к разделу храмоведения. Ну, а это вырезка из «Вечера в столице». И, кстати, вырезка очень непростая. Дело в том, что данная девочка в Берете является нашим читателем, которая и принесла данную газету. А вот женщина, которая улыбается, и мужчина, это ее родители. Все это происходит на перегоне между Киевской станцией метро и метро Пионерская. Вот. Об этом, собственно говоря, данная фотография, там еще была заметка, которую тоже мы опубликовали, которая об этом рассказывает. Вот такие вроде бы простые вещи, но на самом деле удивительные. Ну, как это так? Вот так бывает. Итак, конечно же, были и мощные, на мой взгляд, серьезные публикации, которые тянут прямо на статью. В кавычках. То есть журнальную статью. Это медицинское поселение. Там есть неподалеку, в районе Филевский парк, сам Филевский парк. А есть детский парк Фили. И в данном парке, как выяснилось, в свое время было временное проживание санитаров, врачей, нет братьев. И это мы все озаглавили как медицинское поселение. Там прям четыре истории, очень красивые, которые тянут на такую симпатичную статью в журнале. Ну, соответственно, история библиотеки, районы ВЕД, когда у нас у библиотеки был праздник, это день открытия библиотеки, мы сделали серию публикаций о истории библиотеки с фотографиями. И данный посыл был связан с тем, что библиотека является частью района Филевский парк. Соответственно, это часть истории района Филевский парк. То есть вот куда ни ходите, от нас никуда вы не уйдете. Такая простая мысль. Но все равно происходит какое-то отделение. Дело в том, что в районе Филевский парк очень много учреждений, которых гораздо значимее библиотеки. Ну, я бы сказал, в сотни, а то и в тысячи раз. И понятное дело, когда кто-то будет писать заметку в журнале или будут выпускать журнал или еще что-то. А в данном районе, кстати, находятся четыре библиотеки. Никто особо вспоминать просто как про цифру четыре библиотеки, ну, не будет. Потому что есть данный район богат разными объектами, которые гораздо значимее и важнее, чем просто библиотеки. Поэтому данный проект был еще призван в каком-то смысле встроить библиотеку в район, в историю района и показать, что мы все-таки существуем. Потому что основная проблема библиотек, они хоть есть, но их как бы нет. Потому что они о себе особо не говорят очень часто. Ну, и брендвахта. Это плавучий корабль, ну, в каком-то смысле такой сторжевой, который никуда не двигается, стоит просто на причале. В свое время жить было негде, и на таких брендвахтах жили люди. Ну, а теперь пойдем сверху вниз. Собственно говоря, первая фотография такого медицинского поселения – это историческая фотография библиотеки. В свое время в здании, ну, этот цокольный этаж, это полуподвал, такой нулевой этаж, не первый этаж, там хотели сделать прачечную. Но жители сказали, зачем нам прачечная? Видимо, там где-то была еще прачечная. Давайте нам библиотеку. Прошло какое-то время, поскольку район был киевский, он назывался, район был очень большой. Сейчас это уже несколько районов. То все в этом киевском районе называли, понятно, как. Ну, соответственно, спросили жителей, как вы хотите назвать библиотеку. Ну, и жители сказали, присвоили имя имени Леси Украинки. Вот так библиотека по сей день и называется. Ну, а это, собственно говоря, такая полудетективная история с колхозом пробуждения. Дело в том, что когда я собирал разные истории, а так вот устроена жизнь, я работаю над одним, и вдруг всплывает какая-то другая история. И потом в какой-то момент третья. И они соединяются в одну историю. И были какие-то разные разговоры, что в районе Филевский парк было много совхозов, было много колхозных рынков. Но если был колхозный рынок, значит, должен был где-то быть колхоз. Недалеко от библиотеки проходила, и сейчас проходит железная дорога. И вот какие-то пошли разговоры, мысли, что был какой-то, ну, может быть, не колхоз. Ну, в общем, что-то выращивали, какие-то там помидоры. Вот. Я стал опрашивать людей. С одним поговорил, с другим проводил. Даже устраивал встречу местных краеведов, об этом чуть ниже будет. И тут, откуда ни возьмись, пришла женщина, с которой абсолютно случайно обменялся мыслями. Рассказал, что вот, говорят, что что-то было, то ли с ховхоз, то ли колхоз. Я искал по картам, выверял. Ничего особо не находил. Еще и с таким названием. И данная женщина мне принесла вот как раз россыпь из, по-моему, 30 фотографий. Они были самыми разными. Из личных архивов, ну, я бы сказал, именно для района Веда, поскольку мы занимаемся все-таки историческими вещами. Вот личная фотография, что прадедушка стоит в каком-то одеянии и с какой-то шпагой, ну, это не совсем к району Веду. Хотя, почему бы и нет. Ну, все-таки такая постановочная фотография. Я про это. Нам нужны были все-таки исторические фотографии. И обнаружилось, что в нескольких фотографиях, что действительно был колхоз пробуждения. Я попросил рассказать про него. Оказывается, мама, наша читательница, работала в данном колхозе. Там выращивали помидоры, огурцы и редиску. Именно с данного колхоза, а находился он недалеко от железной дороги, как оказалось, был и колхозный рынок. И недалеко был еще и такой некий, некое импровизированное хранилище овощей. Ну, не фруктов, а овощей. Мне этого показалось мало. Я залез на каталог РГБ, стал смотреть. И действительно, во многих путеводителях обнаружилось, что был такой колхоз. Буквально несколько ссылочек, что был такой колхоз. Назывался он пробуждение. И там что-то там выращивали. Началась работа. Все это собралось в очень серьезную, я бы сказал, научную статью. И она была опубликована в том же районе Веде. Чем я, в принципе, горжусь. Ну, а это та самая бренд-вахта. Тихий ход. Где жила одна из наших читательниц со своей семьей. Вот много о чем рассказывала, поведала. Ее истории были записаны на диктофон. Я бегал, тыкал себя у нас диктофоном. Потом это все расшифровывал. В общем, работа была проделана, ну, просто, на мой взгляд, колоссальная. И когда я делал данную презентацию, я понял, что буквально за полтора года было сделано очень много. А когда я это все делал, мне казалось, что как-то все медленно идет, и вообще ничего никуда не идет. Вот как бывает. Ну, и одно из самых главных. Если я не говорю о проекте, то проекта и нет. И были использованы, задействованы, какие слова будут ласкать слух, самые разные институции, ресурсы, местные депутаты, онлайн-газеты, которые принадлежат каким-то активистам района, которые принадлежат управе и так далее. Был задействован сайт местного муниципалитета. В общем, куда можно было опубликовать информацию о районе Ведиш и чем он занимается, все было задействовано вообще абсолютно. Я влез так. Ну, вот, такое бывает. Ничего страшного не отобразилось. Ну, у нас есть следующий файл. Это как раз образование муниципальных депутатов, данный сайт. То, о чем я говорил. Ну, а это уже соседний район, Крылатская. И тут очень интересная история. К нам как-то пришел человек, который сказал, что у него, по его информации, был аж самолет ТБ-3, который полетел в Китай и разбился. Дело в том, что данный самолет собирали, и он вылетал с 22-го завода. На данный момент часть этого завода как входит в холдинг имени Хруничева. Данный холдинг как раз занимается нашими ракетами. Это довольно интересная история, что случилось с людьми. И было принято решение нашему району веду немножко помочь. Мы разместили тоже, где только могли, данную информацию. И был некий результат. С нами связались родственники. Ну, насколько родственники вопрос, но тем не менее были предоставлены фотографии. С нами связались краеведы, которые занимаются данной проблемой. Да-да, такие были и есть. Это удивительно. И, в принципе, об этом тоже можно поведать и рассказать какой-то дополнительный материал. Но на тот момент я уже не работал в библиотеке имени Леси Украинка. Вот. Ну и, собственно говоря, местная газета. Она выходила в бумажном формате. Здесь рассказана история, о которой я... Там будет более подробно показана. Я чуть подробнее расскажу. Дело в том, что мы занимались еще и развитием и поддержкой местных художников. Неважно, кто это. Фотохудожники, художники, которые рисовали район. Если вы что-то делаете про район, Филевский парк, приходите к нам. Мы вас поддержим. Напишем об этом в газете. Сделаем пост. Напишем статью. Сделаем выставку. Постараемся задействовать ресурсы библиотеки, чтобы кого-нибудь пригласить. Вот, собственно говоря, несколько таких выставок и прошло. Во время моего, скажем так, поста, когда я работал с районным ведом. И после тоже такая славная традиция продолжалась. Ну, а это то самое легендарное собрание местных краеведов. Как говорится, кто о чем. Кто-то поведал про Брэнвахту, кто-то рассказал про армянское кладбище, кто-то рассказал про расстрелянное руководство в 37-м году речь флота. Ну, не полностью, но тем не менее. В общем, о многом было поведано, о многом было рассказано. И, как видите, на данных встречах люди приносили новые-новые фотографии, осматривали их и что-то добавляли и рассказывали дополнительно о том, либо о другом. Ну, а это та самая выставка. Буквально несколько слайдов назад мы видели, по-моему, Филе в объективе она называлась, если я правильно помню. Это местная фотохудожница, которая долгое время фотографировала район Филевский парк. Закаты, рассветы и самые разные жемчужины района. Вот, поскольку данная фотохудожница еще и активистка, то, сами понимаете, это вообще золотой человек для библиотеки. То есть, мы помогли, мы рассказали, мы собрали, мы написали заметочку. Но, в принципе, основных людей привела активистка на свою выставку. И было очень здорово. И даже голового права приходил. Ну, а это один из местных художников, который рисовал район Филевский парк. Как умел, так и рисовал. И на самом деле мы устроили выставку-продажу с его картинами. И вот чудо! Провели несколько встреч, несколько лекций, связанных с его картинами, с историей района, как он ее видит, как он ее понимает, где он рос, как он бегал. И на данную выставку, и на данные лекции приходили люди, покупали картины художника. На тот момент художник был безработный. Поэтому это тоже некая поддержка была данного художника. И, в принципе, насколько я понимаю, его картины даже... Ну, не все какие-то картины ушли в частные коллекции. Вот. Это удивительно, но и такое вот тоже бывает. Удивительно со знаком, конечно же, плюс. Ну, и дело в том, что все мои проекты, которые я делал, один переходил в другой. Так практически всегда было. Данный рисунок, который вы видите, он отображает вход в библиотеку. Но это уже немножко другой проект. Это проект библиотека в рисунках. Мне просто захотелось поставить данную картинку. Но, в принципе, это тоже часть краеведения, именно который рассказывает о библиотеке. Итак, теперь мы поговорим о будущем проекта. С этого момента, с 2019 года, меня, как говорится, не стало в данной библиотеке по личным причинам. Сразу хочу поблагодарить коллег, которые все равно взялись и вели как могли проект. Я думаю, ни для кого не будет секретом. Это происходит практически везде, и в бизнесе, и не в бизнесе. Уходит человек, и проект затухает. В лучшем случае, в худшем случае, он умирает. Его просто закрывают, о нем больше никто не знает. В данном случае этого не произошло. Коллеги взялись за проект и вели его где-то почти год. Как могли. Но потихоньку, потихоньку он затухал. Началась пандемия. Пандемия длилась очень долго. После пандемии начались самые разные события. И не одно. И наступил тот момент, когда можно сказать, что проект закрылся. Потому что не было новых публикаций очень долго. Ну и вообще ничего не было. Но наступил момент очень удивительный для меня. Потому что когда я уходил, мне было больно за данный проект. Я видел в нем перспективу. Я видел в нем огромный потенциал. На самом деле, мало кто в нем видел потенциал, но я видел, кроме местных жителей. Я очень... Ну, мне было больно. А теперь о чуде, которое случилось. Бывает и так, что маленький проект, сделанный буквально на коленках через года, становится кому-то очень нужным. И получает вторую жизнь. Я бы сказал, район ВЕД получил третью жизнь. Вторую жизнь он получил, когда я ушел, когда мои коллеги стали его вести. А теперь вот третье перерождение. Вот буквально недавно музей Москвы. Это очень крупный, известный музей в Москве. Серьезный. Как оказалось, у данного музея есть проект, который он делает на грант. И данный проект называется Москва без окраин. И именно в апреле они должны были открывать уже выставку, которая посвящена району, двум сразу районам, Филевский парк и Филе Давыдкова. Естественно, были задействованы все контакты всех людей, учреждений и вообще всех-всех-всех-всех краеведов, кто занимался или что-то имел по районам, по двум районам. Но в основном по району Филевский парк. И таким образом один человек сказал, что был такой Дмитрий Творецкий, другой человек сказал. И так получилось, что несмотря на то, что я ушел, у меня остались все равно ключи от данного проекта. Я передал все доступы. У меня все равно остались фотографии. Вот казалось бы, берите и делайте. Но нет. Организаторы выставки пришли ко мне, поговорили со мной. Я через какие-то... А я же не думал, что все это случится. Я данный проект в принципе, ну как, с улыбкой, с любовью, ну похоронил. И где-то что-то на каких-то флешках, где-то на пересылках. Все было восстановлено и отправлено. И вот меня пригласили на выставку. Буквально в апреле, ближе к концу апреля, была открыта выставка про два района. именно района Веду была посвящена экспозиция с небольшими рассказами. В центр данной экспозиции тот самый диктофон, с которым я бегал. Но в чем моя колоссальная гордость? Не то, что данная выставка отчасти про меня. Небольшой кусок данной выставки отчасти про меня. Там много кусочков было. Я безумно горд, что данная выставка в том числе и про библиотеку. Это на самом деле редко такое бывает, когда крупный музей делает выставку в том числе, упоминая библиотеку и выделяет ей какую-то ячейку в своей выставке. По-моему, очень здорово. Я над этим тоже немножечко поработал. Ну, насколько у меня получилось. Вот. И наша библиотека в то время, в принципе, во все времена, когда меня не было, когда я пришел и после меня, всегда занималась каким-то активизмом. Объединяла вокруг себя людей. Чего только не было. Целый перечень мероприятий, каких-то дворовых гуляний, ярмарок и всего чего угодно. И птиц кормили, и кормушки воспроизводили. Вот, собственно говоря, об этом данная витрина. Ну, и с рассказом. Ну, вот, что обо мне, о библиотеке, музей отобрал, потому что текстов ему отправлялось много. Итак, теперь, если вкратце, есть ли у проекта районный ветбудущее? Знаете, есть. Во-первых, самая серьезная, самая крупная выставка «Москва без окраин», которая уже прошла, уже состоялась. К ней будет еще виртуальная выставка. И в этой виртуальной выставке там будет блок именно про спецпроекты. И один из спецпроектов будет районный ветбуду с его историями. И помимо этого будет рассказано и про библиотеку. По-моему, очень здорово, когда маленькая становится большим, частью большого. Также я вижу данный вебинар как будущее района Веда. Я же говорю про районный ветбуду. Говорю, значит, это будущее. И он еще не закончился. Статья в отраслевом журнале, который я готовлю. И серия публикаций в одном из порталов о Москве. Дело в том, что поскольку районный ветбуд находится в запрещенной социальной сети, доступ к истории, ну, скажем так, очень затруднен. Мне бы хотелось, я это обязательно сделаю, вот эти 4 или 5 статей, которые рассказывают про колхоз пробуждения, про бренвахту, про медицинское поселение, вынести за скобки немножко на другую, на иную площадку, которая имеет свою аудиторию. Естественно, с ссылкой на библиотеку, ну, и уже без ссылок на сам районный ветбуд, потому что понятно, чего. Просто где-то будет в скобочках написано, что это за проект. Вот это некое будущее, удивительное. И я этим вебинаром на самом деле хотел сказать то, что не нужно бояться, нужно дерзать, не нужно думать, что моя работа не нужна. Как показала жизнь, как показала практика, то, что я делал 3 года назад, оказалось нужно вот сейчас, вот в данное место, в данный час. И очень востребовано. И получилась новая жизнь, получились новые задумки. По-моему, очень даже здорово. Ну, и если вы рискнете пойти в запрещенную сеть, ссылок никаких не даю, но по тегам можно найти и посмотреть. Смотрите, пожалуйста, от 2018 до 2019 года. Там как раз такие самые, такие прям добротные публикации. А дальше уже немножечко было без меня. Вот. Но коллегам все равно огромное спасибо. Итак, мы заканчиваем. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы, коллеги? Я с радостью на них отвечу. Ну, если вопросов, как говорится, если вопросов нет, я еще немножечко подожду, мало ли появятся. Вдруг у вас созреют вопросы. Можете написать на почту какие-нибудь предложения, идеи, не знаю. Все может быть, как говорится. Я уже не зарекаюсь после такого, после истории с районной ведом, да, с его траекторией смерти и развития. Поэтому пишите, буду рад. Ну, и давайте еще, может быть, минуту подождем. Вдруг появятся вопросы. А в целом, всем огромное спасибо за внимание. И я всех обнимаю. Данный вебинар будет в естественном записи. Вы все увидите, все услышите. Ну, и данная почта тоже. Презентацию можно скачать. Спасибо огромное, коллеги. Я очень рад, что... Ну, я скажу так. На самом деле было очень обидно, потому что я сейчас не хочу делать никакие там поклепы или еще что-то. Я не работаю в системе, в данные уже, но я все равно занимаюсь этим проектом. Было очень обидно, то, что данный проект не воспринимался как что-то серьезное, именно руководством. Я не знаю, почему. Возможно, в этом есть моя вина. Потому что, если нету пиара, ну, да, так все устроено. Если я не могу прийти к руководству и объяснить, вот смотрите, район и вет, какой он классный, значит, в этом и моя проблема. Вот я не смог. И мне очень долгое время говорили, ну, да, ну, проект. Слушай, ну, картинки какие-то. А когда я встретил девушек из музея, вы не представляете, что они мне сказали. И какую работу... И какая работа была проведена. И ах, или восхищались. И на самом деле вот эта выставка Москва без окраин, там, по-моему, уже пять или шесть районов. Вот эти два района, Филевский парк и Филе Давыдково. Это, по-моему, шестой или седьмой район. Эта выставка только будет открываться. И там, кстати, есть ссылка на эту выставку. Я сейчас... Ее пока нет. Она формируется. Вот. Вот данная картинка является ссылкой на этот проект. Там вы можете найти со временем у каждого района. Там будет история и спецпроекты. У данных районов, кроме вот этого, вот район Филевский парк и Филе Давыдково, уже есть свои истории, потому что выставки прошли. А здесь пока анкета. По сбору данных. Ну, там, истории. Потому что выставка будет идти три месяца. Вот. То есть вы можете обратиться. Потому что очень много проектов, которые заявлены, а, как говорится, ни следов, ни ответа, ни привета. Такого полно. А тут сплошные доказательства. Сплошные мои доказательства вам. Вот. И... Да, кстати, на открытие выставки пришло руководство, которое, ну, скажем так, немножко отчасти из-за моей вины не оценил проект. Ну, вот как-то так, как говорится, судьба, как-то все так сложилось, связалось. И было очень интересно, очень тепло и очень здорово. Вот. Ну что, коллеги, я вижу, вопросов нет. Спасибо всем огромное. Я буду с вами прощаться. Еще раз спасибо. Всех обнимаю. Всего доброго. Приходите на следующие вебинары. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok